Не ждать идеальной влажности, а качественно и быстро убирать урожай. Рекомендации Александра Лукашенко на селекторном совещании во вторник последовали в хозяйстве Козловичи Агра в Сулском районе. Местные аграрии на хорошем счету в Минской области, а в масштабах страны. Перспективы хозяйства оценил лично президент. На ходу анализируют статистику и резюмируют. Не до загрузка. С этим хозяйством 10-10 гектаров. Только молоко и, ну, естественно, шлейф от корм КРС. Я бы пока, честно говоря, по этому хозяйству не спешил его догружать. Так я же тебе не догружаю. Я спрошу, как мы будем интенсифицироваться на этих землях. Интенсифицироваться молочным животноводством, я считаю. Добавлять поголовье, строить фермы и добавлять молоко. У губернатора Александра Турчина есть идея дать нагрузку одно отстающее хозяйство. Но суть не в том, чтобы просто прирастать гектарами, обеспечивать себя зерном и кормами. Вот для чего не помешает дополнительная земля. Принцип работы от Александра Лукашенко для сельхозпроизводителей прост. На себя надейся, а не на зарубежных продавцов. Надо развивать свое. И это у тебя должно быть на контроле. Министерство это четко должно контролировать. Коль есть примеры хорошие, мощное хозяйство, которое обеспечивает в целом практически себя зерном. Конечно, если есть деньги, можно вывезти их и купить где-то зерно. Ну так свои надо доводить хотя бы до 50, вот как он говорит, центнеров с гектара. Тогда сельскохозяйство будет развиваться. Это очень важный вопрос сейчас. А то мы телепаемся тут, копейки ищем для того, чтобы вложить какие-то там убыточные, нерентабельные. А миллионы, сотни миллионов долларов вывозим за пределы страны. По стране уже убрали 13% площади и собрали, как говорится, психологически важную отметку в миллион тонн зерна. Миллионным караваем хотели удивить президента, но... Решили вам презентовать символически вот этот каравай. Так это уже миллион триста сегодня. Ну миллион сто четырнадцать на утро. Ну так миллион триста будет. Опоздал с караваем. Среднее урожай на зерновых выросло во всех областях. По РАПСу, правда, и министр сельского хозяйства это признает, немного просели. Но вот азимый ячмень себя показал с лучшей стороны. В будущем году его посеют побольше, раз есть отдача. Я не хочу, чтобы мы, извини меня, заболтали этот азимый ячмень. Мы то понимаем, мы играли, что такое азимый ячмень, и почему там президент давит на эту культуру. Но другие думают, а вот тут вот как Хрущев, когда так кукурузный початок показал, и все поехали. Да нет, для нас азимый ячмень – спасение. Год на год, конечно, не приходится, но в прошлом году он у нас хороший дал урожай. И в этом хороший. Значит, надо сеять. И ранний, ранний, ты же знаешь, такой ранний корм. Поэтому со всех позиций азимый ячмень надо возделывать. Да, в советские времена, я помню, наплевать, сколько к этому относилось. 20-25 центнера урожайность была. Посеял, не посеял. И никто и не хотел. Главное же была урожайность. А сейчас мы видим и технологии, и техника другая, люди другие. Сейчас мы запросто можем хорошее урожае получать, ячменя. Ну так надо смелее пробовать. Они должны определиться, сколько возделывать это ячменя. Должен быть разумный баланс. Но главное, все надо технологически выдержать. Это постоянно и во всем требует от аграриев Александр Лукашенко. Азимый ячмень привередливый. Но если следовать науке, то даст и 80 центнеров с гектара. Урожайность на экспериментальных президентских полях ставит в пример Александр Лукашенко. В новом аграрном сезоне там попробуют вырастить сою, горох и люпин. Почему бы не сделать и местным аграриям ставку на белковые культуры? Для начала попытаться вырастить самим. В итоге сэкономить деньги и получить хороший рацион для животных. Не мукой же кормить, говорит президент. Понятно, что подход должен быть хозяйственный. Но есть и другая сторона. Не стоит хозяйственникам приписывать себе чужие заслуги. Недавно документ, не буду называть хозяйство, прочитал. Вот у меня тут подорожали там ветпрепараты, еще что-то подорожало. А цены сдерживают на продукты питания. Есть у нас деятели такие, хорошее хозяйство. Он забыл, что вся страна ему создавала это хозяйство. Это было на моей памяти, я еще совсем пацаном был. Я видел, как вкладывали в эти 60 хозяйств построение маяки были. Базовые хозяйства. Базовые, да. Он забыл это, что от кого-то отрывали, ему вкладывали. Это во-первых. А во-вторых, ну хорошо, поднимешь ты цены на продукты питания. А кто будет покупать продукты питания? Надо им рассказать главное. Ах, вот подорожало, нам не дают, сдерживают цены. А надбавки даем? Конечно. А кредиты подешевле даем? Я посмотрел по тому хозяйству. Под 2-3% кредиты брал. Где такие смешные были? Рынок мы им обеспечили, а не великие. А, мы в Россию завезем, там дороже. Это что, они рынок обеспечили? Нет, конечно. Это государство им рынок обеспечило. А природный газ по сколько? По 2,5 тысячи, как на Западе. А по дешевле, сколько у тебя природный газ? Ты даже не говори публично. Это что, они сделали? Нет, конечно. И чтобы главы сельхозпредприятий не витали в облаках, а крепко стояли на земле, за которую отвечают, Александр Лукашенко дает поручение. Надо законодательно, немедленно это урегулировать, чтобы без райисполкома ни один руководитель не был ни избран, ни назначен. Правильно. А у губернатора должен быть кадровый реестр, где вот эти такие определяющие хозяйства должны быть у него, как у президента, в кадровом реестре. Без обл. исполкома тебя не назначат. Спросит Александр Лукашенко у аграриев и прямо. Какие проблемы? Ведь президента заверили, что по силам прибавить погоду. За счет чего вы выйдете на 104% по итогам года? Однозначно у нас будет плюс зерновые культуры, однозначно у нас будут плюс травянистые корма. Это и все наши силы, у нас это все просматривается. Мы по полугодию по молоку вышли на 100,1, то есть мы не упали. Набирает обороты Брест под 107%, набирает обороты Минск за 103% пошли. Гродно. Ты в Минской области перебрасывал корма из хозяйства? Да, 12 хозяйств было. Не должно этого быть? Значит, задача 100% будет решена. Хозяйство и в районе, и по всей стране должны справляться сами. И прибавлять для Козловича агро резервы такие. Кормить с этой земли нужно в два раза больше поголовья и никаких потерь. Что у тебя с падежом? 98% сохранность. А у соседей? Я соседей не изучаю. Тут должны быть все у тебя ранги. В ряд стоять. Большие, заслуженные, малые. Вот, ребята, требования, надо их выполнять. Молочно-товарный комплекс хозяйства пока не загружен полностью. Достраивают. Пустует пока и доильный зал, но стараются возводить быстро и за свои. Александр Лукашенко такой рачительный подход разделяет. Перспектива появилась, когда мы изменили материальную базу. Ну что такое наши эти старые, помнишь, фермы? Это же ужас. Не зайти, окна, все закрыто, законопатяно. Мама дает ручную, я бегаю. Ну так я это помню все. Поэтому вот она, если ты мне перспективным 10 тысяч гектаров скажешь, вот там комплекс, там и там, техникой, конечно, надо помнить. Потому что он не заготовит корму. И люди придут туда. И жилье, оно не все так дорого. Просто надо это все посчитать. Вот ты посчитай пока по комплексу. Это хороший вариант. Если он оптимальный по деньгам, если он оптимальный, это вариант хороший. Два-три месяца и пустых мест в коровниках не будет. За это время достроят и третий. На очереди четвертый. Ставка, опять же, на свои силы. Белорусские материалы и разумное использование квадратных метров. Вот это здание, бывший коровник, решили не сносить, а сделать ремонт и превратить в телятник. У меня такие усилия, в каждом комплексе, это вот такие вещи. Это разумно. Вот он тут отсиделся. Да, месяц. Месяц. Как повредит. Туда сразу. Да, туда, в групповую. По 10 голов. И выше на улицу. На улицу. Сразу, ну вот это да. Александр Лукашенко за хоспособ. И так призывает поступать не только в аграрном деле, а во всех сферах. Экономия денег, да и отечественным промышленникам выгодно будут заказы. Выбирать президент советуют простые оправданные конструкции, а не строить дворцы посреди поля. Вот слагаемые настоящего хозяйского подхода. Нашли по пути не то, чтобы шикой какой-то вот показать, помпезно здесь. Мы строим исходя из своих средств. Область помогла нам полтора миллиона. Все остальные четыре миллиона мы своих средств направили на эту ферму. Продаем 8 тонн молока и нам на счет уже проходит 8 тысяч каждый день. Заработную плату рабочим хватит. Еще останутся деньги на погашение. Александр Горичу понравилось, что мы используем старые фермы. Мы стеснялись, конечно. Оказалось, мы показали, и он еще больше стал доволен, что действительно это правильно. Это на правильном пути, что целенку зимой здесь тепло. Символично. Но Александр Лукашенко оценил перспективы хозяйства накануне важной даты для руководителя. В августе исполнится 12 лет, как Сергей Пенять у руля Козловича Агра. И, судя по оценке президента, двигается в верном направлении. Спасибо. Не зря приехал. И это лучше всякой похвалы. А вот удостоится ли таких слов в других хозяйствах, которые на будущей неделе намерен проинспектировать Александр Лукашенко. Слудский район – первый в большом маршруте президента по регионам. Наталья Тарасюк, Сергей Янковский, Игорь Хвичиня. Наши новости.